Точка зрения обывателей Знаете, ну цены растут, понятное дело, в стране война А что вы будете делать в случае победы России? Ушла и выкинула Такая вот у нас получилась красота Я лично стыдно Ну да Что значит не испортить красоту? Не, ну красота не будет Ты вообще уничтожишь сейчас Просто уничтожишь Здравствуйте, друзья, я Наталья Дуброва Привет, я Татьяна Комарова Ребята, у нас сегодня будет такое обывательское видео Вот мы стали как два обывателя, которые живут в Украине, живут в Киеве Ну вот расскажем о своих мыслях Покажем вам цены Да, приготовим что-нибудь То есть у нас будет такое видео И магазин, и рынок, и приготовление вкусного очень блюда Как одного из наших любимых блюд И заодно вот расскажем, как мы живем О чем мы думаем, о чем мы думали раньше И о чем мы думаем сейчас Да, и как позиция обывателей меняется И меняется ли она? Ну вот, давайте посмотрим А сейчас мы идем в магазин Нам нужны овощи Нам нужна вот Нам нужна морковка Ну, есть морковка У нас есть морковка по 33 А мы возьмем по 19 Что-то тем более наилучше Лучше надо, да Я думаю, все Я думаю, все Да? Да? Морковка По 19 гребен Свекла, бурячок нам нужен Бурячок Да Бурячок по-нашему Да, смотри, хорошо, что он небольшой Да, точно Чтобы он два года не варился Так, да Будьте уже штучки три, да? Я бы четыре взяла Давай четыре Да Лучка Нужно больше Лук нам нужен еще Оцененный Да, мы сегодня нашли лук по Ну, правда, он такой А, 19 гривен? Ну, ничего страшного? Ну, нормально, да Не страшно, мы его почистим и обрежем Просто зачем нам целая сетка? Нам целая сетка не нужна Пока Таня не берет лук, я вам покажу цены на Чеснок 174 гривны Что у нас еще? Нам еще картошка нужна Смотри Картошка у нас по 25 гривен есть Есть по 300 А есть по 25, да? Да, есть по 25 Берем по 25? Да мы берем по 25 Мы же экономные Штук 5, да, где-то и берем Ну, не порезываю, только не берем Смотри, вот он Вот, хорошо Вот Вот это сейчас надо Это все Нам еще надо майонез Майонез сейчас купим Сейчас нам овощи готовить Здесь Хорошо Так, овощи, фрукты Морка Да, она мне мытая, да Так, без пакета Без пакета Так 8,23 Какого у нас? Без пакета У нас пакетики свои 16,03 Мы экономим Ну, конечно, есть пакетики Ну, не то, что Но гривенам 28 Каждый пакетик Ну да Зачем? И потом, куда их девать Когда они все скапливаются Тем более, что после картошки Все равно их выбрасываешь Цибуля Вот она уже выскочила Ага Цибуля Без пакета 3,49 Ты, конечно, что-то ничего не взвесили Бурячок Бурячок 8,96 Так, овощи мы купили Поехали дальше И, конечно, цены на овощи И на фуфли Очень повысились А сейчас мы посмотрим Ну, то блюдо нас интересует Которое мы будем готовить Почем оно у нас здесь В кулинарии После ледить пить шубы Пить шубы 21,90 за 100 грамм За 100 грамм Ну, считайте 22 гривны за 100 грамм 22 грамм То есть 200 грамм Это у нас получится 44 Ну, мне, чтобы наесться Я беру обычно 300 грамм Лично мне Иначе я думаю Это получается 66 гривен Почти 70 гривен Да Мы сейчас посмотрим Мы сейчас сами приготовим Это все Во что это нам обойдется Майонеза у нас дальше Я знаю, я знаю, я знаю Дальше Заворачиваем Это даже и презентация Да, презентация Вот майонеза у нас даже есть Нам нужен один маленький пакетик Поэтому Я люблю вот такой А, смотри, вон маленький есть 24 гривны Нам хватит У меня, кстати, в магазине рядом с домом Он по 20 Нам хватит, конечно А мы сельхо-это просто же не дешевый Не дешевый магазин Мы просто зашли и не в самый дешевый магазин Мягко сказать Больше нам ничего не надо? Нет, больше нам ничего не надо Нам еще нужна будет сиропка Которую мы купим в другом месте Да Ну, в общем, такой вот набор овощей и майонез Нам обошелся в 51 гривне Доллар это 41 гривне Да Хоть у нас овощи и подоржали, но в принципе пока не дорого Ну, нам бы и купили немного Не, ну мы купили, а потом посмотрим, сколько у нас это все Ну, вместе это все получится И октябрь месяц, конец октября травку покосили Не, ну приятно так, знаешь, идешь свежескошенной травой В конце октября пахнет, на секундочку Ну, так приятно посмотреть, конечно, как весна И пахнет, чувствуешь, как пахнет? Да, да, да Так, пришли мы в другое место вот здесь Видишь, ты не 39,90 Ну, за килограмм За килограмм, конечно, да Перец 39,90 Пробка лишилась Ну, тут хватит распакивать Хорошая цена, да, да Киш-миш 140 гривен Ну, не пенсионно, конечно Да Холодает и все Куша 90 гривен Слепа 69 Сейчас пойдем внутрь, купим селедки Мы нашли то, что мы хотели Вот это, кажется, уже аппетитно Ее надо чистить Да, да, да Чистить не охота Не, скумбрия это совсем не то А, мы селедку пошли Пошли, пожалуйста, вот это за нас О, селедки Ага Пока мы с Таней едем к ней домой Вот, поговорим о том, что, знаете Да, инфляция, конечно Да, цены, конечно, растут Но вот насколько они растут И насколько это трагически Насколько это, ну, ощущает на себе Обыватель Обыватели, да Простые обыватели Сейчас нам надо открыть Я открываю Чтобы бам-бам А он сам закрывается? Да Хорошо Это мы с Таней работаем в театре Мы выезжаем сейчас из театра Едем к ней домой Готовить одно из наших любимых Кстати, чтобы это праздничное блюдо Так что, вот, почем и сколько, главное Мы потом, ну, оценим размер того, что мы приготовили Ну, там 300 грамм будет 600 грамм будет Да, грамм, да, уже больше будет Я тоже думаю, что больше будет Ну, может, 300 грамм 600, да Да, я тоже Да, 800 В общем, короче, я думаю, что мы наедимся Ну, это как, ну, мы на двоих так Может, тут еще И по поводу, знаете, вот обывателей Вот, точка зрения обывателей Знаете, ну, цены растут Понятное дело, в стране война Вот у нас сегодня тоже неспокойная была ночь У нас сегодня в Дарнинском районе женщину ранило Обстрелы у нас каждую ночь практически Сейчас короткий световой день Поэтому обстрелы начинаются раньше Потому что раньше темно И раньше могут лететь И тянутся очень долго Да, тянутся очень долго Да, да, да И летят шахеты бесконечные какие-то И по поводу, знаете, точки зрения обывателей Знаете, вот я подумала Что сейчас Чем-то В каком-то смысле Российское общество По отношению к тому, что происходит Чем-то напоминает мне Перед войной Наше украинское общество Я и себя имею в виду И Таню в том числе Потому что мы с Таней Мы уже об этом не раз говорили Абсолютно не верили Вплоть до 24 февраля Вплоть до утра, собственно Что будет война Ну, что нет Ну да, я еще говорила Там Наташа, может, не стоит об этом говорить Что вы дурочки такие Потому что мне казалось, что многие как-то все-таки знали И предполагали И предупреждали И так далее И были готовы А мы как-то вот не хотели вообще Не хотели верить абсолютно И вот сейчас имеем то, что имеем Обстрелы по ночам Гибнут люди У Тани сын Добровольцем пошел на фронт Сейчас на фронте Ну, на одном из самых опасных направлений Получил ранения Ну, в общем Вот это мы и обыватели Это я к тому, что я сегодня думаю Дай посмотрю статистику А сколько ж было таких, как мы Вот перед войной На момент 24 февраля Ты знаешь, я ужаснулась 70% Ребята 70% Вот это ты меня удивила, да 70% украинцев не верили Что будет большая война с Россией То есть думали себе Точно так же, как мы Что-то где-то на Донбассе Особо в это не вникали Ну и причем, ты же говоришь Это в основном люди такие уже Среднего возраста Ну, не молодежь Да Опрос подтверждает Что это люди, которым за 50 Ну, которые выросли, знаешь В Советском Союзе Значительную часть жизни прожили Да И как это с Россией война? Ну, как? Как такое может быть? Как такое может быть, да И вот вы знаете, что отношение народа В большей своей массе 70% Это огромная часть населения Мне кажется, что и есть результат Что мы оказались настолько не готовы К этой войне Ну, реально Потому что людей, знаешь, вообще не заботило У нас после 2014 года Я же помню в новостях Взрывались какие-то склады на Донбассе Сейчас уже говорят, что туда прилетали Российские беспилотники Но как-то это проходило фоном Ну, по новостям Мы особо не разбирались Ну, там были митинги За, типа Типа Путин в виде войска Вот это вот такое Ну, мы себе думали, что у людей такая точка зрения Мы не разбирались Кто там в этих митинги Ну, это сейчас Сейчас, на это, честно говоря, даже вот Ну, мне лично стыдно Что в этом будет Ну, да Что мы как-то так относились к этой войне Но это где-то далеко И не про нас очень Не наша война Да, что это не наша война Сейчас, за это, конечно, стыдно Да, конечно И потом, знаете, когда мы уже стали Когда началась полномасштабная война Мы стали разговаривать с людьми на Донбассе И они оказываются в большей своей массе Ну, обижены на Украину Но за что? Они говорят Вы же нас сбросили Вы же нас не защищали Администрации брали По 15, по 30 человек люди А милиция их не трогала Тогда еще была милиция А Украина никак не реагировала А зашла колонна на Донбасс И никто не стрелял С вооружением Через границу России То есть пропуск Ну, как бы Вот такое вот происходило Вот И Таких было много Как бы Вот реально Когда Мы показали опрос 70% И вот, вы знаете Вот сейчас У нас есть телеграм-канал И у нас есть чат В этом телеграм-канале И там у нас есть люди Из Российской Федерации Которые имеют адекватную позицию И вот они нам скинули Не буду называть кто Потому что У меня проблема людей Что вот сегодня По Питеру Прилетели беспилотники Ну, я так понимаю Украинские беспилотники Естественно, наверное И в Питере В одном из С районом нет света Дорожка здесь, конечно Фронтовая, что называется Да, мы причинили Но не доочинили Не доочинили дорожку Да В одном из районов В Питере В Приморском, кажется Ну, это и в СМИ Было в российских Как потом оказалось Наши почему-то, кстати, не написали Пропал свет И у людей нет горячей воды Ну, то есть Потихонечку прилетает И вот мне напоминает Сейчас, честно говоря Я, что шпители Российской Федерации Тоже думают, что война где-то так Война в Украине Это вообще не коснется Не коснется Ну, вот обыватели Обыватели, да И вот эта вот обывательская точка зрения Вы знаете, вот на нашем наглядном примере Чем она заканчивается? Знаешь, мне, к сожалению, даже кажется Что сейчас уже тот То состояние Допустим, в российском обществе Когда мнение населения Вообще не имеет значения Мне даже кажется Что даже если 99% будут против войны Война просто будет продолжаться Потому что уже Настолько закручены гайки там Ну, да Что уже просто, мне кажется Сделать ничего нельзя Просто нужно было раньше Немножечко думать Это по поводу, знаете Вот обывательской точки зрения Что еще вот поражает, честно говоря По поводу отношений к своему населению Потому что народом сложно назвать Тех людей, которые живут в Российской Федерации Это все-таки население Вот, дальше мы поговорим Ну, сейчас мы приедем Начнем подготовку Готовить Ну, сейчас, ну, что-то буду Сразу Ну, поставим варить Да, да Потому что бурячок у нас варится Не быстро Мы сейчас по ней спорили Сколько варится Ну, примерно, как накопка Нет, нет, я немножко дольше, Танюша Ну, у меня дольше варится Ну, я бы целиком варила Таня говорит, ну, порежем Правильно, все как быстрее было Так что, ребята Сейчас пропустим Да, вы себе пока приготовьте Пока у нас пауза Такая, пока мы еще ничего Да, пока мы еще ничего не сварили Да, ничего вкусного не едим Вы что-нибудь себе тоже приготовьте Потому что я думаю, что дальше будет вкусно И подписывайтесь, ставьте лайки Видео у нас в понедельник и четверг Вот наши покупки 150 гривен селедка А сколько здесь грамм, как ты думаешь? Не, ну, грамм Ну, там уже написано Грамм 30, 500 грамм 500 грамм 500 грамм, полкило Класс Да Полкило селедки, 150 гривен А знаешь, что мне нравится? И она уже почищенная Да, она почищенная Это раз И там, ну, костень нет Ее сразу нужно Да, ну, ну, нужно поэтому Так и Потому что вот эти вот все пресервы, знаешь С кучей масла Я очень люблю и рыбу, и селедку Но я очень не люблю ее чистить И рыбу, и не селедку А я вот в этих баночках Пресервы эти все не покупаю Потому что там очень много масла И потом, знаешь, выбрасываешь это масло А здесь оно без масла И она такая Она не сильно соленая Она такая, ну, в меру соленая Это газовое, что в наших условиях Плюс Плюс Не электрическая, боже, зба Потому что если раз бомбят И не будет света Учеренно раз Пока свет есть Ну, кстати, вот Я вчера ходила На рынок рядом, на Березняках Там почему-то у них какие-то Особенно какие-то в авариках Отключение света Мне там нужно там Отключить один документ И я там, да, обычно тоже У них там до 14 По графике отключения света Я так удивилась На сегодня разбомбили что-то в Черниговской области И в Сумской И там у них ввели аварийное отключение Такая странная штука Таня варит это все вместе А я дома Я почему-то, знаешь, отдельно варю буряк Отдельно варю морковку Отдельно варю батюшку А зачем? Я не знаю Серьезно, серьезно А интересно, а как вы делаете Не, ну я понимаю, что ты там На большие такие-то объемы огромные Это может быть Не, всегда отдельно варю Надо 10 человек Кто-то там Всегда Можно по за кастрюлю такую не найдешь А так зачем? Всегда варю отдельно Ну мне кажется, что это рациональ Говорите, отдельно? Вот так, пока Ну конечно Еще, кстати Вот пока варятся овощи Мы сейчас вам расскажем одну историю Которая, честно сказать Нас удивила И немножко поразила Знаете, вот такая смешная штука Если честно Ну меня, честно говоря Эта история даже развеселила в чем-то Она очень показательна в том плане Как вот российские СМИ Относятся к российскому же народу Ну все же помнят эту историю Мы на канале, кстати Кучу комментариев начитались Девушка в Одессе Вышла с российским флагом Рассказывала там Россия мощь Ахмад сила Аллах Акбар Ну во всем Ну у меня Первое, мне было впечатление Что девушка эта сумасшедшая Ну явно там какая-то Ну неадекват Все-таки Ну вот выходить в Одессе Она была так уверена в поддержке Да? Думаю да Думаю да Думаю да Я думаю, что она думала Что в Одессе до сих пор Много людей Которые за российскую федерацию Ушла и выкинула это Помойку смыла Детей убивать Ты тут тряпку цю вишаешь Ты двадцать Коли бы лучше дома помыла Полчаса назад был прилет Людина загинула А ведь чьей ракеты Вылезла отсюда На хуй Вы думаете, что это сделала? Не право Ты это сделала Пошла отсюда Потому что сейчас будет Гранир Но Одессе Хочу сказать Что хорошо Что они вызвали полицию Потому что народный самосуд Это страшное дело Ну реально Ее там нормально Обматерили Забрали у нее Этот российский флаг Сказали, что это тряпка И все остальное И вызвали полицию Потому что все помнят Как в начале войны Что такое самосуд Как у нас ловили мародеров Привязывались к древьям Да, снимали штаны Такое было Потому что народный самосуд Когда народ в гневе Это хуже, да В полицию По крайней мере С тобой будет цивилизованно обращаться Да Ну и в общем, короче И у нас на канал посыпались А я тогда ничего не знала Что за девушка Ну у нас По новостям, естественно В телеграм-каналах Прошло это видео Что она, откуда Ну значит Симоньян тут же рассказала Одесситка Красивая женщина Вот вышла Как Зоя Космодемьянская Все, пятое, десятое И посыпались, значит Комментарии у нас на канале Что ее убили в СИЗО Просто привели и убили Ну я не знаю, что они Типа, а что случилось С этой девушкой Которая вышла в Одессе Вот с российским флагом К памятнику Там где был памятник Екатерины Кто-то расскажет Я написала Ваша пропаганда Вам расскажет Была пропаганда Как в воду глядела Что называется Ну значит Не в этом дело Дело в том, что Ну непонятно было Что отвечать И прошло какое-то, значит Время Что с этой девушкой И значит Ни много ни мало Та же самая Маргарита Симоньял Канал Russia Today На секундочку Берут интервью У ее мамы Лена сейчас Она Ну дома Но ей нельзя Выходить из дома Под домашним арестом До суда А, ну все так обошлось Да, более-менее? Нет, еще будет суд Ну, если под домашний арест Отпустили Это же уже что-то значит Девушку никто не убивал Они говорили, что у нее Ну типа Сердечная недостаточность Знаем-знаем Типа убили Мама говорит, что она Мало того Она даже не сидит Она под домашним арестом Она просто дома Что, кстати, очень взбесило Что, кстати, я считаю Что, в общем-то, должна сидеть Ну, конечно Ну, конечно Поскольку, во-первых Она живет Она россиянка Ну, она родилась в России Она родилась в Перми Как оказалось Просто она родилась в России Там ее детство прошло Мы вообще сами все из Перми Тут сестры замуж повыходили На Украине А в душе мы все россияне А мама ее, на секундочку Как беженка От российской агрессии В данный момент Находится в Чехии Ну, я ее убедить не могу Потому что я сейчас Нахожусь вообще в Чехии Как украинская беженка Как украинская беженка Получает там пособие Да, поддерживая Эту же российскую агрессию Сидит у себя там У себя У них там в Чехии Как беженка против Этой российской агрессии Ну, нонсенс Но меня поразило В этой ситуации Не то, что Ну, это же не первый раз Российская пропаганда врет Это же, ну, не первый раз Это же Мы же проходили Еще с войны на Донбассе Про распятого мальчика И много всего такого Меня поразило Что тут же Симоньян говорит По телевизору Как Зоя Космодемьянская Убили Да, героиню просто Да, да И тут же Через пару дней Просто, по-моему То ли день прошел И тут же выкладывает Интервью ее мамы И Россия, на самом деле Это не парит вообще То есть Эта новость Что ее убили Она прошла по всем Российским Центральным СМИ А кроме канала Раша Тудэй Что девушка жива Никто больше Ну, об этом не говорил Российские СМИ Не опровергали никак это Просто отношение к народу Да Кто просто считает Ну, заполнить дебилов Дебилы Дебилы абсолютно Или тупые И они Самое интересное Что эта Симоньян Она хорошо знает свою аудиторию Она знает Что они не будут искать Что они не будут проверять Что они Даже если они найдут Что они не будут возмущены Ну, что как бы Мнение народа Вообще ничего не значит Поэтому я говорю Что даже Если 99% В Российской Федерации Будут против войны Война будет продолжаться Я Поддерживаю Русский мир Поддерживаю Россию Поддерживаю Владимира Владимировича Путина Я бы таких людей Не судила Я бы их просто депортировала Ну, депортировала В Российскую Федерацию Да, я бы тоже В принципе Зачем ее судить Просто уезжая обратно К себе в Пермь И там кричишь Бегай с флагом И кричишь Как-то не наведешь Украину Да, да И все остальное Что Ахмат сила И вот это вот отношение К народу И никто же не возмущается Я говорю И по центральным СМИ Нет никакого опровержения Ну, то есть Народ тупой Народ быдло И это нормально И народу Это тоже нормально Вот тоже как-то не против Нормально, если чувствовать Не против Где-то там идет война Где-то там в Украине Пока ко мне не прилетит Так, в принципе Это не моя война Да, даже если прилетит Вот как показывает опыт Вот по Питеру прилетает По другим городам прилетает По Белгороду прилетает Сейчас в Курской области Оттяпали Понимаешь? А теперь в Курской области Их спрашивают Типа Ну вот С вашей же территории Обстреливали Сумы Ну И вы Как бы Вам это нормально было? Ну И люди только тогда Начинают понимать Когда у них Горячая фаза войны Когда у них беженцы Когда идут бои Рядом с их домами Вот тогда они только начинают понимать Как показал опыт Тут еще другая новость Ну тоже меня Это Реа новости Что Байден В Курской области Кстати про Курскую область Знаете, так попивая кофейок Открывает два гей-клуба Которыми будет владеть Лично он Я думаю В Курской области Именно там, наверное В зоне боевых действий В зоне боевых действий Чтобы не открыть два гей-клуба Это то, что нужно Да, да, да Это то, что нужно Когда не работают школы Когда не работают магазины Развозят гуманитарку Но, может быть, там потребность В Пурской области Не ошибся Там остались Бедные, несчастные люди Старики Да, больные Которых побросали Которым некуда было ехать Которых, типа, бросили Не жаловаться, что не было никакой эвакуации Может, это шутка просто Реа новости, да Реа новости Ну, они так шутят часто Ну, про распятого мальчика Тоже шутку долго все обсасывали И долго, значит И до 22-го года Да, да, да Мальчик в трусик Да, мальчик в трусик Когда распяли в Славянске Ну, это что же мы проходили И такого же много на самом деле Это говорит просто Об отношении к народу Это говорит просто о том Вот обывателе Вот что такое обыватели Кстати, такими же обывателями В общем-то были и мы Ну, не до такой степени Не, не до такой степени Не, не до такой степени Украинцы, конечно, не сожрали бы никогда в жизни Вот такое вот такую явную ложь, вот такой явной лжи, я у нас припомнить не могу, даже за времена Януковича. Да, такого явного и наглого опровергать самих себя, вообще не парить, что это бросается в глаза, это, блин, бросается в глаза. А их это вообще не парит. Ну и ничего, и нормально. Видите, как мы пока варятся наши овощи, подварящийся бурячок, морковочную и картошечку. Мы вот это с вами побеседовали. Побеседовали, да. По поводу того, что такое обыватели, и вот чем заканчивается, знаете, позиция обывателя, вот как про Украину говорили моя хата с краю, выяснилось, что вообще не с краю. Да. А у кого была с краю, тот понял, что это, ну, неправильно. Неправильно. И уже появилась поговорка, моя хата с краю, першим ворга встречаю. Да. Так что вот такая вот история. Дальше идем готовить. Да, дальше будет про шубу. Подписали, слайд поставили. Поставьте, пожалуйста, кто забыл. Наташа решила почистить лучок к нашей шубке. Ты не плачешь, когда лук чистишь? Не, ну плачу, как все. Это лук зависит. А, еще хочу сказать, знаете, кто не подписан на наш телеграм-канал, который, ну, так же называется, как наш ютуб-канал, блогерша Доброва Коврова, короче, решила я там провести опрос. Знаешь, на опрос меня натолкнули комментарии просто на нашем канале на ютуб. Кто-то написал, типа, а что вы будете делать в случае победы России? На что я, естественно, спросила, а что такое победа России для вас? Ну, и в ответ я прочитала кучу какой-то мути, что, типа, вот, вы понимаете, сейчас идет утилизация старых вооружений. В общем, какая-то такая, знаешь, словоблудие. Не могу ей какая-то. И я решила в телеграм-канале просто кинуть опрос. Что такое для россиян, ну, там много россиян, я так подозреваю, какое-то количество, не знаю, сколько точно? Ну, половина, наверное. Может, меньше немножко половины. Что такое для россиян вот победа России? И, значит, такие были варианты ответов, ну, вы можете увидеть сейчас скриншот. Больше всего считают победу России над Украиной, захват полностью Украины, полностью всей Украины, да, и возврат Курской области. Вот это вот, ну, вот для большинства людей. Потом в комментариях еще начали писать, что, типа, ну, самое главное, типа, это нейтральный статус. Ну, что такое нейтральный статус? Ну, типа, стамбульские соглашения, ну, в стамбульских же соглашениях не только нейтральный статус прописано, прописано еще ограничение, количество там вооружений, ну, то есть, сделать Украину небоеспособной вообще. Ну, чтобы, ну, чтобы действительно Киев за три дня. Чтобы действительно, чтобы ее не было. Ну, да, чтобы ее не было, там мораторий на запрет западного оружия, на поставок западного оружия, ну, чтобы Запад ничего не помогал. Вот, и Украина, типа, продолжает подписать. Ну, во всем, короче. Овощи наши уже. Да, уваривается. Ну, да, пахнет оно, конечно. Сейчас будем вкусненько кушать. Слушайте, а заодно, вот, напишите, интересно вам, вот, вот, типа, готовка какая-то? Потому что мы делаем сейчас примитивную такую штуку абсолютно. Ну, что там, потеркано все, вкусно жил. Ну, как бы, вкусное блюдо, но, в общем-то, готовится оно просто. Ну, делается оно просто и достаточно быстро. Ну, мы, конечно же, не обещаем, что мы тут будем прямо выготавливать, так, потому что, честно говоря, времени на это нет. Потому что мы уже пообещали, я помню, когда ездили в Севиль, что мы сделаем суп с Аль-Мареха, летний суп, ну, типа, севильский вариант, гаспачо. Так мы его и не сделали. Ну, это уже до лета подождем. А так, ну, может, борщ с вами. И еще раз пообещали. Понимаете, Даня еще раз пообещала. Ну, не пообещала. И еще раз мы его не сделаем. Я сказала, может, до лета подождем. А так, может, борщ сделаем. Это не обещание, это предположение. Предположение. Если вам это интересно, дорогие друзья. Да. Напишите, кстати. Вот у нас лучок порезали. Наташа порезала лучок. Молодец. А Танюша у нас вытаскивает. Я сейчас смотрю, что уже сварилось, что я вытаскиваю. Понимаешь, что, Ириша, бурячок практически так же, как морковка варится. Ну, смотря как порезают. У нас маленький, вы его еще порезали. Просто у меня, знаешь, дома, у меня вот мама в детстве никогда не готовила шубу. На винегрет она всегда варила отдельно. Вот оттуда у меня такая привычка, ну, знаешь. Ну, у меня мама шубу, кстати, вот эту же. У меня никогда не делали. Почему-то нет. Да, почему-то нет. Я уже во взрослом возрасте узнала. В таком блюде, да. А винегрет мама тоже все вместе как-то грела. Ну, я, в принципе, очень часто уже дочки готовят примерно как мама. Ну, да. Как мама готовит, так и я. А я вот привыкла отдельно. Но теперь я поняла, что так удобнее просто. И для меня пользуют. И для винегрета тоже. То же самое, да. Вот у нас селедочка у нас уже уложена. Сейчас мы туда лучок сверху. Я студенческом возрасте узнала, что есть такое блюдо шуба. Когда я стала ходить там по гостям и все. А дома у меня не готовили. Вот никогда не готовили. Нет, я знала, по-моему, и в детстве. Но вот именно мама не готовила. А в детстве там, если в гости куда-то... Нет, мы как-то в гостях у нас как-то знакомые и не готовили шуба. Ушить хочется, да, разваливается немножко картошка. Картошка хорошая. Даже разварилась немного. Нет, ну только картошка, она чем мельче, чем вкуснее получает. Не кладу масло. И соль тоже не надо. Нет, не кладу селедка для этого. Конечно, если мало селедки. Кстати, в кулинарии, в супермаркете, как правило, селедки меньше, чем мы здесь кладем. Там селедкой как-то похуже дело. Ну, потому что селедка самая дорогая, знаешь. Ну, у нас тут, по сути, получится, ну, учитывая, что селедки только полкилона, не знаю, но не меньше килограмма. Да, да, да. Но не меньше килограмма. И посчитаем потом, сколько у нас 100 грамм вышло. А килограмм, если 200, да я помню, 22 гривны 100 грамм, значит килограмм будет 220 гривен. 220 гривен. В принципе, примерно, что мы и потратили. Да? Нет, ребята, мы взяли и посчитали на кулечке, сколько было от всего овощей. Ну, у нас полтора килограмма только овощей получается. Вот. И, то есть у нас будет это где-то килограмма... Ну, около двух будет. Около двух. Около двух будет килограмм, да. То есть получается в два раза выгоднее. В два раза выгоднее. Да. Понятно же, готовиться ему всегда выгоднее. Да. Потому что я так задумывалась, нафига вот это вот... Морочиться, когда пошел в кулинарию купил. Таня, интеллигентная ложечка, я руками. Руки тоже. Я руки мыла. Я тоже. Ой, ну, уже пока и остыла. Да, ну да, уже и все, и бурячок остыл. Рассуждали про жизнь обывателя. Я помню, я всегда вот раньше, кстати, где-то... Я даже маму поправляла. Мама не бурячок, а свекла. Даже вот именно правильно. А сейчас? А сейчас я вот принципиально говорю бурячок. Бурячок. Нет у нас никакой свеклы или свеклы. Что это такое? Ваша свекла, да? А сестра меня еще поправляла, правильно, не свекла, а свекла. Секла, да. Бурячок. Бурячок. Так, морковочка все. У нас бурячок сверху и майонез. Ну, бурячка можно было трошки побольше, конечно. Да, это единственное, чтобы так... Так у нас все как бы все идеально, мы рассчитали. А немножко побольше бурячка. Ну, я думаю, что и так будет неплохо. Растушуем. Ну, да, ложечками мы потом распределим. На двоих тазик такой шубы. Ну, в общем, вот такая вот у нас получилась красота. Такое, конечно, да. Думали на двоих, но тут минимум на четверых получился. Такой нормальный тазик. Будем пробовать сейчас. Это не успокоительное пьет, смотрите. А я тоже пью, кстати, нервного. Не такое прямо как успокоительное, но укрепляет нервную систему. Ну, я не знаю, может, самообнушение, но мне кажется, что помогает. Муха еще какая-то летает, слушай, осенняя. Вроде и похолодало. Что значит не испортить красоту? Не, ну, красоту ее вообще уничтожишь сейчас. Просто уничтожишь, съешь эту красоту. Не, ну, чтобы красиво было на тарелочке, знаешь. В общем, тут не так, как это было. Главное, чтобы было вкусно. Пахнет, ребят! Да, пахнет очень вкусно. Да. Самое интересное, что я сейчас наемся шубой и пройду в театр с луком. Не, вкусно. Вкусно? Не хуже, чем в сельпу? Мне кажется, лучше просто потому, что селедки больше. Серьезно. А еще некоторые присыпают, кстати, желтком, вареным яйцом. Мы даже, давай, может, еще яйцо сварим, но мы решили, что уже. Не, мне красота не было. Во-первых, очень вкусная селедка. Она такая слабо соленая, но очень вкусная. Ну, и овощи, она все свеженькая. Прекрасно. Готовится быстро, готовится просто. И недорого. И недорого. Вы так считали, что у нас реально здесь больше двух килограмм вышло. Просто больше двух килограмм. Ребята, у нас еще есть заготовочка на еще одно прудо. Да, мы, конечно, подумали, да. Я делаю в последнее время достаточно часто. Тоже вкусно, бюджетно. Да. И из рыбки. Если вам интересно, напишите. Ну, интересно, напишите. Покажем. Расскажем, что мы едим. Очень вкусно. Вкуснее, чем сельпо и вкуснее, чем в пузатой хате. Вот где мы любим там брать шугу. Реально вкуснее, как-то более насыщенно. Ну, я не знаю, мы все-таки делали это для себя. И только что сделано. И только что сделано. Очень свеженько, очень вкусно. Очень вкусненько было. Я не знаю, друзья, как вам это видео. А я лично от съемок этого видео получила удовольствие. И от его финала. Реально очень вкусно мы поели. Вот сейчас вот так вот лежим, так полу лежим, полу сидим. Вот реально вкусно и с удовольствием. Хорошая еда очень сильно поднимает настроение и жизненный тонус, я вам скажу. Поэтому в основном обращаемся к украинцам. Наша вкусная еда, наши положительные эмоции здорово помогают выжить в этой ситуации. Это серьезно. Ну, настроение стало реально лучше. А вот в этом видео мы попытались, знаете, поговорить вот об обывателях. О том, как меняется мнение обывателя, как меняется настроение обывателей. Ну, если немножко еще все-таки поднять в себе настроение и вам настроение, вот нам на сегодняшний день и вам на тот день и вечер, когда вы будете смотреть это видео. Мы же половину этой шубы сожрали. Половину. Да, половину. Объелись, еще половину. Вот я говорю, Наташа, возьми с собой на работу. Ну, сейчас на работу со своей шубой приду. Со стыной секундкой. Ну, все, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте лайки, смотрите наши видео в понедельник и четверг. Мира, добра и света всем. Берегите себя. Пока. Пока. Пока.